Я же 28-го года. 28-го года? Такие люди уже редкость. Как динозавры уже такие люди. В какой обуви ходит 90-летняя бабулька? Надо же, я такой каблук не ношу. Так еще. Ну, вы даете, Валентина Ивановна. А это я в церковь сейчас хожу. Ну, у меня все приблизительно такого. То есть, а это вот Ваша обувь на каждый день? А это хорошо. Она такая, знаешь... Ну-ка, продефилируйте мне тут. Ну, я, понимаешь, я на каблуках как дома. Да? Пусть говорят, пусть обо мне с удачат. Мне это только принесет удачу. И с каждым днем я становлюсь все ярче. Даже если старше, скромно и без фальши. Всем привет от Оксаны из Алабамы. А вам дает Америка Марс. Всем привет, Оксаны из Алабамы. Сегодня я со старшим сыном приехала в Пенсаколу. Мы решили навестить бабушку Валентину Ивановну. И вот в этом здании она нас ждет. Это то самое социальное жилье в Америке. Она не видела нас несколько месяцев. Так что мне очень хочется поскорее ее обнять. Она нас ждет. И прям не могу дождаться ее реакции на старшего сына. Он уже вырос. Она помнит его маленьким. Когда мы приехали в Пенсаколу, ему было 5 лет. Так что она даже на нас не мнянчилась. Так что была его как бы бабушка. Он думал, что она его бабушка. Понимаете? Вот как классно бывает. Сейчас мы пойдем к нашей бабульке в гости. Посмотрите, тут парковка. Где даже у людей, кто здесь имеет социальное жилье, есть свое место, номер у каждого. И перед парадами Мордегра дерево нарядили. Видите как? Прикольненько. Тут фойе, елка, наряженная в цвета праздника Мордегра. Смотрите, эти шляпы. Вот такое фойе здесь. Поднимаемся. На второй этаж. Там никого нет в коридоре. Никто в Волмарк не упадет от человека с камерой. Да, чтобы подать документы на социальное жилье и получить его, и платить 30% своего дохода за жилье и за все бытовые счета, электричество, воду, нужно подождать несколько месяцев. Нужно доказать, что у тебя маленькая пенсия, у тебя проблемы с финансами. Разумеется, вы не можете иметь дорогой дом или вообще какой-то дом издавать. То есть, это пенсионеры, инвалиды. Тут явно человек собачек любит. Самая лучшая мама. Дай мне еду. Ты будешь ее обнимать. Отпускай. Мы здесь. Я могу. У-у-у, как он здесь. Вот это да. Принц, настоящий принц. Получилось у тебя все. Все. Принц, простой здесь. Золушка. Да. Получилось, да? Ну, ты, Дэнди, прямо куда тебе? Вырос, вырос. Вырос. Посмотри-ка, я до плеча только достаю. Всем привет от Оксаны из Алабамы. Привет. Сегодня я в гостях у Валентины Ивановны. А ты, или она в гостях у нас на канале, скажем так. Да. А то вас увидели. Я снимала ролик с Валентины Ивановны года два назад, но потом я его убрала. И по просьбам подписчиков... А вы не знаете, у меня на канале очень много пожилых людей нас смотрят. И пишут мне, и иммигранты. Нет, некоторые иммигранты, некоторые смотрят на ЦС Германии, из Канады. Им просто нравится наша семья. И им интересна жизнь в Америке, как другие люди живут. Мы с Валентиной Ивановной знакомы с 2005 года. Если вы находитесь за границей, вы обязательно обрастете, если вы общите над человек друзьями, знакомыми, над кем-то возьмете шефство, если хотите. В общем, будут люди, которые вам приятны, которые вам становятся как родные. И поскольку у Валентины Ивановны не было своих детей, я все время к ней ходила в гости, и она меня дочкой называла. Когда я жила в Пенсаколе здесь. Потому что мы сейчас в Алабаму, мы в Мобил переехали. И Валентина Ивановна знала моего первого мужа американца. И она видела детишек, когда они были маленькие. А помните, один раз вы сидели с Дарчиком и с Джессопом, и кто-то из них у вас рассыпал какой-то порошок везде, да? Дарчик что ли? Дарчик, да. Причем такой дорогой. И я его только нашла. Это был лечебник. Лечебник. Лечебник какой-то воружащий. И я его так держала подальше от глаз везде. И он же разыскал его где-то. Нашел. И стал и трусит. Я подошла, что ты делаешь? Мамочки мои, да что ж ты меня наделал? Было, было такое. Да, одно время... Ну что, накажешь разве внука? Одно время они считали, что у них три бабушки. Что у них есть бабушка вот в Узбекистане, кого они по скайпу видели. Что у них есть бабушка в Пенсильвании. И что есть бабушка в Пенсаколе. И то есть у нас три бабушки. Ну вот мы с одними общаемся там по скайпу, с другой мы иногда ходим в гости. Да, и всегда блинчики. Они с детства знали, что такое блинчики. К бабуле Валентины прийти. Она всегда блинчики это готовила. Да, любят блинчики. Да. Валентина Ивановна, расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали в Америку и когда? Приехали мы в 93-м году. 1993 год. Да. Я в 98-м, в 93-м году. То есть на 5 лет раньше. То есть вы уже здесь 26 лет, можно сказать. Из Казахстана. Так? Из-за моты. Из-за моты. Из-за моты. Из-за моты. Потому что они все пытались посадить в тюрьму. Ее муж был баптистским пастором еще тогда. Его пытались садить в тюрьму. За пропаганду, его. За работу. За проповеди, за работу. В тюрьмах. С тюремщиками. То есть он ходил в тюрьмы и проповедовал? Проповедовал. И организовывал там маленькие церкви. А потом... Очень надо расти. Вот. Потом организовывал церкви. Церковь первую организовал из мусульман. Ну и вообще на него стали нажимать. Что-то такое... Он ведет не по политику. Не к светлому коммунистическому. Так сказать, будущему. Понятно. И в общем, Валентина Ивановна приехала сюда по программе беженцев, да? Да. То есть это религиозная программа. Баптисты могли уехать там. Да, у нас просто даже, я скажу... У меня был уже намек, потому что мы с братом собирались переехать. Подавали. Нас здесь даже приглашали. Отсюда. Верующих. А муж не хотел ехать. И когда мы приехали в Москву, я прохожу собеседование. А это кто? Это муж. А где он? Ну, это помер. А это кто? А это сейчас уж наш муж. После смерти первые три года прошло. Мы поженились с этим. И говорит, а он где? А он на улице сидит. А почему? Да потому что у него нет документов. Говорю, не делали, да? Мы не собираемся переехать. Она говорит, пойдемте пригласим его. Пошла с моим братом. Привела его внутрь. То есть консул, да? И говорит, а консул, агент каких-то. Вот она, значит, говорит, вы хотите поехать в Америку? Он говорит, нет, не хочу. Я говорю, вы знаете, мы уже люди старые. Привыкли уже, что нас тут всегда притесняют. И что осталось и жить? Мы уже коротенькую жизнь доживем здесь. Что у нас уже здесь и похоронили. Она говорит, нет. Вы поедете в Америку. Вы поедете. А принимала она нас последнюю семью. Уже по времени был пятый час. И она нас последняя принимала. А я говорю, ну, у него же ничего нет. Никаких документов нет. Ничего нет. И мы не готовили уже. Я вам дам пачку документов. Вы сейчас же садитесь. И заполняйте. И вы поедете в Америку. Сказала. То есть она говорила с вами по-русски? Ну да, по-русски. И вы поедете в Америку. И хоть отдохнете. Ну, отдыха, конечно, здесь не на минуту. Не на минуту. Вы сюда приехали. Вам, получается, сколько было лет? Лет 60? Мне было 65. Только исполнилось. А он на годах моложе. Причем у Валентины Ивановны интересная судьба. Она попала в мою книгу «Сборник рассказов. Не валяй, дурака, Америка». Там два рассказа с участием Валентины Ивановны. И в одном рассказе о том, как раз, что ее сестра, которая была при смерти, попросила выйти замуж у своего мужа и помочь поднять детей на ноги. И таким образом, вот так получилось, что Валентина Ивановна помогла ему не только воспитать детей сестры, но и потом перетащить всех в Америку. Они даже не воспитаты, они же уже взрослые. Они уже взрослые были, да? Ну, еще не все женатые были, не все семейные. Но уже взрослые. Но она никак не хотела, чтобы... Мы же с ней все время молнились от всех. Приду к нему вечером, когда уже не ухожу, остаюсь. Нефига. Идем, кого-то нет дома. Старшего сына нет дома. Идем его по дороге встречать. Я говорю, ну что мы его встречаем? Ну, где-то, он уверовал, где-то с молодежью. Она говорит, ну, может быть, домой один идет. И мало ли что, тут сейчас такие разбои, такие убийства. А где женщины сейчас придут и всем накашмеляют? Ну, конечно. Спитые. Волнуется человек. И не нужно, чтобы с ним кто-то побыл. Вы знаете, тогда и жизнь была другая. Вот я сейчас думаю, у меня дети все родились в Америке. Все три сына. И, например, мой старший, 18 лет. Ну, вот, с одной стороны, такой вот еще ребенок. Да, он водит машину, да, он там чемпионат, чемпионат типа джиу-джитсу там. Он может придушить там, кто-нибудь на него. Но он никогда в жизни самостоятельно не ездил, например, на автобусе. То есть он не знает, или на метро, он не знает, что такое. А я, когда мы, когда были там, жили, общественный транспорт развит, садились, шли на базар и ехали пешком. Все, я все время ходила в магазин. А именно так, вот он стал взрослым, я ему даю ключи, он едет до магазина, покупает, что надо. И он на пределах говорит, я не нашел. Трех людей спросил, не нашел. В общем, то есть они в чем-то здесь, так сказать, если они живут в этих городах, как у нас небольшие без общественного транспорта, они у нас не очень-то самостоятельны в чем-то. Ну, ты знаешь, здесь есть общественный транспорт. Вот как-то он же по субботам, в воскресенье у них холодит. Да, да, где-то каждые два часа нужно точно знать расписание. Да, ну, точно машин, точно. И потом он идет в одном направлении под одним номером, потом он идет под другим номером уже, там поменяли номер. А я никак не могла этого усечь. Ну, что такое? Я сажусь на один номер и жду на обратном пути этот номер. А его нет и нет. Да что такое? Идут другие номера, а этого нет. А потом как-то заговорила здесь со мной. Она работала здесь в больнице и ездила много, и знает все эти автобусы. Она говорит, так он идет под одним номером в ту сторону, а под другим номером идет в обратную. Вот тебе раз, я говорю. Ну, почему же это без объявлений? Я бы тоже запуталась. Так, потому что думают, что если он в 21-й пошел, то он в 21-й и обратно. А он идет, туда идет в 48-м, а обратно идет в 51-м. Ну, поди знай, что они меняют. На каком-то месте он меняет номер. Идет под другим уже номером. И это такой порядок. Это если бы там была случайность какая, а то нет. Это такой порядок. Понятно. Вы себя считаете стопроцентно русской? Ну, я стопроцентно украинка. Да? Да. Украинка только я. На Украине жила немного. Мы жили сразу после войны. Два года потом маме там стало. Ох она. Вернулись. Мы долгое время жили в Казахстане. Вот видишь, как она заподжарилась. Угу. Вот и в кухонечке. Да. То есть, когда людям дается социальное жилье, это обычно гостиная небольшая, спальня, так? Да. И это кухонька. А спальня у меня там биммер лежит на полу. Которую вам Ира дала, да? Да. Электромагнитный. Вот такая спальня. Я вижу вот эту орхидейку вашу, которая, да, зацвела шикарненько. Валентина Ивановна, как и я, любит цветочки. Вот какие-то из ее окна. Да-да, Валентина Ивановна, та бабулька, которая спит на полу. Я не буду уже там про этот биммер обсуждать, потому что тогда придется объяснять людям, что это такое. А ты понимаешь, дотронулась до этого, до крышки. Он прилиплый, поэтому она и не поджарилась. Я стараюсь поменьше врачей. Сколько вы уже лет здесь живете? Здесь в феврале будет пол шестнадцатого. Эта фотография-то вы в молодости, да? Или ваша сестра? Нет, это я. Это я 27 лет. Такое серьезное. Я педагогом же была, тогда я и была. Сирозная. Вот. А вот я маленькая с папой. Это мой отец, мама. А вот я около отца, а сестренка моя около мамы. Она на год младше. Они с мужем были одинаковые. Вот. Я смотрю, у вас карта Америки. Вот, кстати, для тех, кто не в курсе. Вот Атлантический океан, Мексиканский залив. Да. Вот Алабама, штат, откуда я приехала. Вот Флорида. Флорида. Значит, откуда я... Вот я живу в этом городе Мобил. Я ехала в Пенсаколу полтора часа до Валентины Ивановны. Видите? Вот так. Я жила в Пенсаколе. Шесть лет мы прожили в Пенсаколе. Шесть лет, да? Да. И уже в Мобиле мы живем где-то. Сейчас скажу. Летом будет восемь лет, как мы живем в Мобиле. Мне очень нравится. Мне очень нравится у нас в Алабаме. В Алабаме, видишь, еще такой... Такая земля там, что там растет все. Здесь песок, здесь плохо растет. Мы выпускали журнал. Наш журнал ценился. Особенно мы его под тюрьмом рассылали. Бесплатно. Вот это... Только на пожертвованиях он был. Но как он умер, так я одна не потянула. Передали другому брату о печати. Печать стала очень дорогая здесь. Мы печатали на Украине. И нам пересылали. Там оставляли часть. По тюрьмам рассылали. И часть пересылали нам сюда. Мы здесь под тюрьмами рассылали. И здесь работаем. Вы знаете, что очень многие хотят приехать в Америку и получить статус беженца. Причем некоторые, я знаю, люди, которые приезжают по туристической визе, обманывают, так сказать, государство, что якобы они туристы. Они остаются и подают документы, что якобы они беженцы, что якобы их притесняют. Вот. И я не знаю, как сейчас, но во всяком случае, несколько лет нужно ждать, чтобы ваше дело рассматривали. То есть, в общем, очень сложно теперь получить этот статус. Ну, вопрос такой. То есть, вы как беженцам платили пособие, да? Да. Потому что в таком возрасте приезжать в другую страну, это страшно. В шесть пять лет. Ну, мы приехали здесь. Здесь мы сразу... Какой город вы приехали? Мы приехали... Ну, это мы приехали в Нью-Йорк. Нью-Йорк нас ждал Сан-Франциско. Там подготавливали всю эту церковь Сан-Франциско. То есть, баптистская церковь Сан-Франциско помогала беженцам устроиться, да? Да. И вот они нас поджидали. А когда мы приехали, приехали в Охланд. Там, ну, не приехали, а прилетели. Там, аэропорт в Охланде. И нас там уже встречали другие. И они перехватили из Сан-Франциско. Не пустили нас в Сан-Франциско, а в Хейворд нас. Там постровали. Хейворд, это такие небольшие, урочные города. Да, да. Ну, вот мы сразу попали в Костроваль. Ну, там где-то недели две, три. А потом в Хейворд. И там брат нашел квартиру. Но квартиры дорогие были. Они привезли немного денег, там продали в Охланде свою квартиру. И приехали, у них были небольшие деньги. И они заняли квартиру. Семьсот долларов они платили. Ну, они там недолго были. Потом они нашли другую квартиру. Перешили. Потому что там одна однобедровная была. А у них пятеро детей. У брата пятеро детей? Да. Пятеро детей. Двое у него адаптированных. Жена женился на ее женщине. Кристианка. Двое детей. Она была уже одинокая. И трое у них своих родительских. Ну, вы со Станиславом, вы дом купили или вы жили на квартире? О, на квартире. Мы все время на квартире. Какой там дом? Вы в Америке не работали ни на какие структуры. Но пенсию вам все равно платят. Ну, да. Это не пенсия. Получается, как инфон такой. Да. Долларов триста, да? Да. Сразу шестьсот было. А потом постепенно высели. Вот он стал получать. Он стал получать. И мы стали получать по пятьсот. Ну, а потом вскоре, ну, не так. Цены же растут. И нам повышали. И так мы дотянули до пятьсот пятьдесят. Так, пятьсот пятьдесят. И по смерти даже получали пятьсот пятьдесят. Муж Валентины Ивановны умер несколько лет назад. Три года. Три года, да. В апреле будет три года. Не даже в апреле будет три года. Да и у меня там уже. И место есть, и памятник стоит. А наши приезжие, приходят, туда прикалываются. То есть у вас уже заказано место на кладбище? Ну, да. Я хотела рядом с ним. Ну, там уже кто-то поселился рядом с ним. Значит, я через один от него. И там место у меня откуплено уже, да. Я его уже выплатила. И памятник стоит уже. Вот такой. С одной стороны, значит. В России ты никому в голову не придет, себе приготовить и место, и памятник, чтобы никого не обременять. И что все дети Станислава, они, как говорится, от вашей сестры где-то живут, по Америке разбросаны. Да, в разных штатах живут. И в Аклахоме там, и в Канзасе, и в других штатах. Понятно. Сейчас Валентина Ивановна живет в... В Норриде. В Флориде, Пенсакола. Я называю это санаторий под названием социальное жилье. Да. То есть сейчас я скажу, чтобы людям было понятно. Социальное жилье это когда вы обращаетесь в государство. И они рассматривают ваш доход. И выдают помощь. И получается вам дают квартиру в этой государственной структуре. Вы платите 30% так? За квартиру, за электричество, за все. Нет, электричество мы платим особо. Это наше отдельно. Отдельно. Телефон и электричество отдельно. Ты сколько там наболкаешь, столько ты твоего. Какой ты телефон возьмешь, то и твое. И электричество тоже сколько наберет. Но вообще... А отопление как? Ну, оно же идет электричество. А, понятно. Потому что у меня отопление дома на газу. И вы знаете, прошлый месяц был холодный. 170 долларов в счет за это. Ну, я плачу самое высокое. У меня было 50. 52. Ну, в общем, с небольшим 50. Вот этот месяц 50 долларов. А, ну, этот месяц был холодный. Вот расскажите нам, как проходит день американской русской пенсионерки. Во сколько вы встаете? Я встаю, ну, чаще всего в 5 часов. Вообще, когда со Станиславом, он же был больной. Ну, инсульт у него был и диабет. И я всегда просыпалась ровно в 5 часов. Но я никогда не вставала, не ходила, не влюх. Никуда. Ничего. Я садилась. И читали? Помолюсь. Сама потихонечку. Брала Библию. И до 7 часов я читала. Так, я прочитывала, ну, иногда 4 раза, иногда 7 раз в году. Но это мне было очень необходимо. Чем больше я прочитывала, тем лучше. Потому что я места писания хорошо тогда запоминала. В журнале, который мы печатали, там нам присылали разные статьи. Присылали проповеди, присылали стихи. И иногда перепутают там что-нибудь, события. Я это корректировала все. Потому что я там и корректор была, и главный печатник был. Я им печатаю вот это на компьютере все. А потом он уже оформит как журнальчик. Все. Вот берет все по страничкам, все. И им отсылали мы на Украину, чтобы там печатали. Ну, мы в Донецк печатали. Ну, да, да, это, конечно, необычно многим услышать, что вот вы приехали, и вы продолжали работать. Но это было как волонтерство. Ну, конечно, это же ни за что мы, ни копейки мы не получали. За никто ничего. Наоборот, мы даже посылали, и если не хватало вот этих, ну, донейшенов, как... Деньги, да, пожертвований. Пожертвований. Да, мы свои вкладывали, только чтобы уложиться. Потому что ждали нашего... Такой маленький, говорит, журнальчик, ну, как вы там много дает для души, и особенно в тюрьму. Просили нам только, пожалуйста, даже освободятся из тюрьмы, только мы отдадем вам новый адрес, и, пожалуйста, нас не оставляйте, посылайте нам по адресу. То есть вы... То есть вам писали из тюрьм, из русских, из украинских? Нам отовсюду это писали сюда. И мы включали. Но мы просили и там по старовке, чтобы и там включались тоже. Посещали, где можно тюрьму. Где можно подписывать. Потому что там ближе. А вот сейчас, вот сейчас, вот нет этого журнала, нет Станислава. Вот вы встали в 5 утра, помолились, почитали Библию. О, а у меня сейчас есть кошечки на улице. Есть птички вон там, вот на этом дереве. Там вот, ты видишь, дерево так растет, как У. Я обязательно его сниму на видео. И там щель между этим... Да, плод. Да, там углубление такое. И я туда кладу крошки. Там такие птички прилетают. Ну, разные-разные. И я вот наблюдаю через окно, какие птички. Ну, Траж, как это? Который вот дятел, да? Который бегает. И дятел есть. Дятел с красной шапочкой, да? Да, красная шапочка на нем. И темненькие перышки, пестренькие. И следишь, как он крошку схватит и бежит, ищет щелочку, куда впихнуть ее. Спрятать. Воткнет ее туда, и потом оттуда клюет. Он же никак иначе не клюет. Вот именно таким путем. Как червячков вот они вытаскивают с дерева. Так вот они и крошкой вытаскивают с щелочек. Это забавно так за ними наблюдать. И когда маленькие уже прилетают, они их тоже вот так кормят, дают ей крошечку. И потом по дереву бежит, и тот малыш тоже бежит за ним по дереву. Он всунет в щелочку, и малыш должен оттуда клевать. Вот он его учит, как клевать оттуда. Из щелочки. Это забавно. Потом другая птичка. Хватает крошку, садится на ветку, и так ее крошку под лапочку подсунет, и между пальчиками так клюет ее. Между пальчиками. Пока склюет ее. Потом там осталось немножечко на лапочку приподнимет, а крошка упала. А тут уточки бегают, они только голову все время держат кверху, как кто откуда выронет крошку. Тут подхватывают сразу. А уточки, ой, наглые. Они лезут прямо на меня. Вот когда я сижу, там кошечек кормлю, я уже кошечкам не насыпаю на землю, потому что так вот в чем-нибудь даю, чтобы сразу можно было поднять. Потому что они аж на меня летят, эти уточки. Да, и меня клюют. Почему я их не даю? Наглые. Ну, это одна забава. Такое занятие. Я как к вам не приду, вы все время обычно что-нибудь готовите, потому что к вам часто приходят люди, навещают, и вы всех все время кормите, угощаете глинчиками. Ну, так это я иду, угощаю. Я тебя могу тоже угостить, у меня есть глинчики заберутые. с сыром. С сыркотой. С творогом. Да, с творогом. С творогом. Сейчас у вас на данный момент нет машины, но при этом здании, при социальном жиле есть автобус, да? Есть автобус, который в неделю раз возит нас в Walmart. Магазин. Магазин. Ну, там некоторые, так, по ходу останавливаются в Росе. Я говорю, остановите нас вот здесь вот, нам нужно там прическу сделать, там нужно еще. Останавливают там. И довозят остальных всех в Walmart. А если к врачу надо? К врачу, пожалуйста, здесь позвоним, позвоним, приезжаем. Приезжаем туда. То есть транспортировка к врачу обеспечена? Да. Ну, а я люблю ходить, потому что если я не хожу, ну, вот у меня, ну, болят. И болят сильно. И вот я стараюсь на каблук стать. Тут начинают смеяться. 90 лет. Вы посмотрите, как она на каблуках еще бегает. Дай бог каждому. В какой обуви ходит 90-летняя бабулька? Надо же, я такой каблук не ношу. Вот еще. Ну, вы даете, Валентина Ивановна. Я в церковь сейчас хожу. Ну, у меня все приблизительно такого. То есть, а это вот Ваша обувь на каждый день? Спасибо. А это, а это хорошо. Она такая, знаешь. Ну-ка, продефилируйте мне. Ну, я, понимаешь, я на каблуках как дома. Да? Домой попадаю. Я не могу. У меня ноги подворачиваются. А у меня... Я не ношу каблук. Вот болят подошвы сильно. И когда я вот так вот хожу на каблуках, то они у меня подлегчиваются. Поэтому я всегда свободно-свободно чувствую себя. Обалдеть. Надену яркое платье И мир пойду украшать я Что может пожелать русская бабушка из Америки? Живите счастливо. А вообще лучше всего приближайтесь к Богу. Тогда у Вас будет все хорошо, Как и написано. Как и Христос сказал. Прежде всего ищите Царство Божие. А это все приложится. Потому что Господь сам потом помогает. Прикладывает. Спасибо. Заряжаю всех на хорошее настроение, здоровье, оптимизм, чтение моих книг. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok